Новости Экстренное предупреждение объявлено в Ростовской области из-за жары. Как сообщает пресс-служба МЧС России со ссылкой на Северокавказское управление, сегодня и завтра по югу и востоку Ростовской области ожидается сильная жара до 41 градусов тепла. Жителям региона рекомендуют надевать панамы и пить больше прохладной воды и охлажденного зеленого чая. Не употреблять в жару алкоголь и не находиться долго в душном помещении. Если вам стало плохо на улице, то необходимо сразу принять соответствующие меры, рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС области Елена Родионова. Если вы находитесь на улице и почувствовали недомогание и головокружение, а также тошноту, сразу зайдите в тень, присядьте, намочите водой платок или любую ткань и приложите ее к голове. Выпейте воды. Находясь на улице, попросите прохожих побыть с вами до прибытия скорой помощи в случае необходимости. По словам Елены Родионовой, если первые признаки перегревания все же появились, необходимо отойти в прохладное место, выпить воды, положить на лоб мокрую салфетку и принять анальгин или аспирин. Глава администрации Ростова Сергей Горбань добровольно пройдет тест на наркотики. А вместе с ним и все сотрудники городской мэрии. Такое заявление сделал городоначальник в поддержку борьбы с наркоманией. Общая сдача анализов предварительно назначена на 1 сентября. Также глава городской администрации обещает материально поощрять тех, кто сообщит о продаже наркотиков в полицию. Деньги выделят из городского бюджета. Чеховская библиотека Таганрога может стать площадкой в освещении темы Холокоста. Ее опыт представили на международном форуме в Москве. Холокост 70 лет спустя. За 4 года в Центральной городской библиотеке провели более 20 мероприятий на тему Холокоста. Это и привлекло внимание научного сообщества конференции, сообщает городская администрация. В форуме приняли участие российские и зарубежные деятели, представители посольств и сотрудники МИД. Теперь Таганрогская библиотека может стать методической площадкой в освещении Холокоста для других публичных библиотек. О чем пишет газета «Молот» расскажет главред издания Мария Карачевцева. В связи в номере газеты «Молот» как прожить счастливо в браке полвека, где получить поддержку матерям в сложных жизненных ситуациях. А также теперь пятничный номер «Молота» выходит 100-тысячным тиражом. В честь этого события мы объявляем конкурс. Условия читайте уже завтра на страницах «Молота» выходного дня. Что можно найти в свежем выпуске газеты «Молот» рассказала главред издания Мария Карачевцева. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. В студии был Сергей Светоченко, служба информации радио «Тихий Дон». Субтитры создавал DimaTorzok